Лучшего пожарного автономии определили по результатам профессионального смотра конкурса. Им стал Руслан Хаулин из Биробиджана. О том, как проходит служба огнеборцев, какими качествами должен обладать каждый из них, расскажет Юлия Долгополова. Его номер 74. Этой цифрой отмечен не только шкафчик, но и все личные вещи. Руслан Хаулин – лучший пожарный еврейской автономии. С раздевалки, она же комната отдыха, начинается рабочий день. Отсюда прямиком на проверку дыхательных аппаратов. Сначала проверяем аппарат на герметичность. Ставим в положение минус, выдерживаем, накачиваем до 1000 мегапаскаль. Выдерживаем одну минуту. Падение, давление не должно быть. Проверили. Берем аппарат. Аппарат «Север Омега». Пожарные должны быть всегда на готове. Никто не знает, как пройдет смена. Будет ли все спокойно или придется бороться с огнем. Особое внимание уделяют пожарным машинам. Важно, чтобы все необходимое для спасателей находилось на своем месте. Руслан Хаулин пришел к нам два года назад. Устроил всю нашу пожарную часть. Показал себя с хорошей стороны. Перспективный молодой человек. Спортивный. Очень хорошо и адекватно реагирует на разные чрезвычайные ситуации. За два года молодой специалист профессионально вырос. Стал старшим пожарным. На его счету уже две спасенные жизни. В 2020-м завоевал первое место на областном конкурсе профмастерства. Он отлично выполнил все нормативные упражнения. Руслан уверен, быть пожарным – его призвание. Мечтал об этом с детства. И после того, как получил образование и отслужил в армии, пришел на работу именно в МЧС. Что мне больше всего нравится – это азарт. Просто сама помощь людям, риск. Бывает он неоправданный, но все же. Не каждый человек пойдет в пожарную охрану, потому что здесь все думают, что легко. Что они сутки отстояли, трое дома. Не все так просто. Просто бывают такие сложные пожары, что очень сильно выматываешься. И этих трое суток не хватает для того, чтобы отдохнуть. В плане физически. А бывает и морально. Огнеборцы не только выезжают на пожарную и проходят теоретическое обучение. Необходимо иметь навыки спасения людей, уметь оказывать психологическую поддержку пострадавшим. В нашей пожарной части много достойных ребят, про которых можно еще отдельное интервью записывать. В этом году по результатам проведенного конкурса «Смотры лучше пожарной» в моем карауле Руслан Хаулин занял первое место. Достойно показал себя как при сдаче нормативов, так и по теории. Конкурсы профмастерства проводятся ежегодно. И каждый раз пожарные доказывают, что в их рядах только смелые и решительные. Юлия Долгополова, Максим Сидичкин, Вести Биробиджан.